Мы должны с вами договориться о встрече. Когда вам будет удобно подойти к нам в офис? Найти работу меньше, чем за час. За это время можно пройти предварительное собеседование и получить заветную должность. 14 предприятий и более 350 вакансий на ярмарке Балаковского центра занятости, которые проводят регулярно. У нас уже приняло участие в этих ярмарках более 1000 человек и более 50 работодателей, что говорит о популярности такого направления работы. Поэтому мы будем его и дальше реализовывать, и развивать. Всего у нас на текущий год запланировано не менее 10 ярмарков ваканских рабочих мест. На учете в центре сейчас состоят 800 безработных. Ежедневно каждый из них может обратиться за помощью. Для того, чтобы воспользоваться услугами службы занятости, необходим только один документ. Желаемый ответ можно получить уже в течение 10 дней. А для отдельных категорий граждан действуют специальные программы. Так школьников трудоустраивают на период летних каникул. Среди работ благоустройство школьного участка. С 4 июня по 28 июня у нас ребята задействованы в нашей трудовой бригаде. У нас очень идут охотно мальчишки, работают с удовольствием. Также центр оказывает содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Оборудуют места и подбирают подходящие специальности. Перечень ограничивается лишь показаниями медиков. У нас на сегодняшний день уже заключено 8 договоров. То есть в ближайшее время будет трудоустроено 8 человек. На сегодняшний день 3 человека. Еще 5 рабочих мест будет оснащено в ближайшее время. То есть будет уже 8. Но всего мы планируем трудоустроить по этой программе в следующем году не менее 15 человек. С этого года организуют профессиональную подготовку и обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. К услугам молодых мам более 30 различных курсов. Вы знаете, я считаю, что когда женщина находится в декретном отпуске, она все-таки теряет квалификацию. Потому что меньше общаешься с людьми, меньше работаешь за компьютером. Я позвонила, специалисту потом пошла. Специалист дал мне список документов необходимых. И направили уже сюда. Сейчас курсовое обучение проходит чуть больше 20 женщин. Для их удобства в образовательных учреждениях города также планируют открыть детские комнаты.